Как мужчине привлечь восхищенные взгляды женщин? Как девушке заставить других завидовать своему высокому бюсту? И тем, и другим поможет спорт. А именно, упражнения на развитие грудных мышц. Несколько месяцев регулярных тренировок и атлетические формы гарантированы. Грудные мышцы – сложная система. Растут они у всех по-разному. Кому-то везется анатомией и на тренировке грудные мышцы отзываются гармоничной формой. Кроме этого, для прокачки грудных мышц необходим постоянный прогресс рабочих весов, поскольку грудь хорошо откликается на гипертрофию, а это в свою очередь требует идеального соблюдения техники упражнений. Как часто нужно качать грудь? Чтобы новичку накачать грудь, сперва нужно научиться чувствовать работу мышц при выполнении базовых упражнений, в первую очередь отжиманий от пола. Поскольку при выполнении большинства упражнений на грудные мышцы, в работу включаются руки и плечи. Важно уметь правильно распределять нагрузку. Стереотип о том, что мужчина должен быть немного красивее обезьяны, давно канул в лету. Каждый уважающий себя представитель мужского пола старается следить за своим внешним видом, в особенности за фигурой. Но тем, кто все же планирует привести свое тело в форму, следует понимать, с чего и как начинать. Прежде чем продолжить, я хотел бы порекомендовать вам канал нашего начальника. Наш босс Расул, устав от шума и воздуха города, стал больше времени проводить за городом и на природе. На канале Расул в деревне он поделится с вами интересными и приятными моментами, проведенными в деревне и на природе. Приходите и смотрите красочные видео о природе, уникальных кулинарных рецептах и просто красивой деревенской жизни. Ссылка на канал будет в описании и вверху в подсказках. Занимаясь дома, помните, что при неправильной тренировке с тяжелыми гантелями есть опасность повредить суставы и связки рук. А занятия со штангой без инструктора или подстраховки повышают риск получения травмы. Эффективность тренировок зависит от их интенсивности и правильности. Оптимальное количество занятий для новичка – не более 2-3 в неделю. За это время мускулы успевают восстановиться. При такой программе первые результаты будут заметны уже через месяц-два. На заметку хочу сказать, что пока вы не приобрели нужный инвентарь, можно заменить его подручными средствами. Гантели – бутылками разного объема, заполненными водой. Штангу – палкой от швабры с закрепленными на ней теми же бутылками с песком. Можно использовать и старую добрую гирю. Необходимо помнить, что перед началом занятия требуется разминка, разработка суставов, разогрев мышц, бег, скакалка и тому подобное. А после заминка – растяжка. Для разогрева мышц груди подойдут повороты плеч, мельница, грибные движения, махи легкими гантелями. Тренировка состоит из двух-четырех подходов каждого упражнения, занимающих от двух до пяти минут. Отдых между подходами должен составлять не менее 50 секунд. Это самое первое упражнение, которое обязательно должно быть включено в ваш тренировочный план. Оно не требует инвентаря, и, соответственно, выполнять его можно где угодно. Техника выполнения. Принять упор, лежа на прямых руках. На вдохе опустить тело как можно ниже, почти касаясь пола грудью, после чего на выдохе вернуться в исходное положение. Выполнять 2-4 подхода, начиная с 15 повторов, постепенно увеличивая их число. Если вы новичок в отжиманиях, то можете выполнять упражнения с колен. Если и это пока тяжело, то попробуйте отжаться от возвышенности, например, от кровати или стула. Ноги также оставьте согнутыми в коленях. Во время подъема на турнике работает практически весь ваш корпус, причем плавно переходя на разные мышцы. Например, первый рывок осуществляется с помощью спины, а затем плавно переходит на руки и плечи, а завершается грудью. Это важно отметить, так как по этой причине нам не обязательно будет делать подтягивания в полную амплитуду. Техника выполнения. Повиснуть на перекладине, руки ладонями от себя, широкий хват. На вдохе поднять тело, на выдохе опустить. Выполнять упражнения плавно, без рывков 2-3 подхода с максимальным количеством повторов. Я уверен, что вы у нас спортсмены, поэтому у вас уже лежат на готове пара гантелей. А если нет, их можно заменить подручными средствами, например, бутылками с водой. Техника выполнения. Это как отжимания, только перевернутые. Лягте на пол или на скамью, гантели находятся в распрямленных руках. Переместите гантели вниз в проекции на низ груди, создавая растяжение в области грудной мышцы. На протяжении всего движения предплечья должны быть параллельны друг другу. Так же, как и в отжиманиях, угол между плечом и корпусом должен составлять около 60 градусов. Медленно поднимать их на вдохе, сводя вместе над телом в прямых руках и опускать на выдохе. Выполнять 3-4 сета по 10 повторов. Жим лежа. Базовое силовое упражнение для грудных мышц. При выполнении важно следить за техникой. Не расслабляйте мышцы в верхней и нижней точках движения, не выпрямляйте локти и никогда не касайтесь штангой груди. Выполнить 3-4 подхода по 5-7 раз. Чтобы результат был заметен быстрее и проявлялся рельеф, можно немного подсушиться, потреблять больше белка, исключить вредные и сладкие продукты. Для поддержания быстрого обмена веществ и эффективного сжигания жира стоит питаться часто, 5-6 раз в день, но небольшими порциями. Не стоит заниматься только одной группой мышц, забывая про развитие остальных. Ходите, бегайте и тренируйте другие мышцы, пока грудные отдыхают после тренировки. Это позволит вам сохранить гармонию тела. При желании и старании, можно накачать грудные мышцы и в домашних условиях. Регулярно выполняя представленные видеоупражнения, вы придадите грудным мышцам красивую очерченную форму. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарий. Увидимся в следующих видео!